Нихао, леди и джентльмены! Интернет-портал BestAndroid.com.e предлагает вашему вниманию небольшую инструкцию о том, как установить приложение из Play Market на телефон с операционной системой Android.4.0. В данном видео представлен китайский телефон ZOPA ZOPA 100, и теперь я вам покажу, как это сделать. Всего существует три этапа для установки приложений, причем первых два этапа надо будет проделать только один раз, а дальнейшая установка приложений будет занимать секунды у вас. В первую очередь надо подключиться к Wi-Fi. Для этого я зайду в настройки телефона, выберу раздел Wi-Fi, вот у нас сейчас он включен, нажму на него. Здесь представлены списки открытых сетей и закрытых сетей, те, которые у нас в общем в доступе. Выбираю свою сеть и ввожу пароль. Нажимаю подключиться, идет аутентификация, и так я подключаюсь к сети. Следующий этап это внести вашу почту Gmail, ваш Google аккаунт в телефончик, синхронизировать и связать ваш телефон с вашей почтой. Проще всего на компьютере зайти на сайт gmail.com, создать свой аккаунт, или можно использовать свой, который у вас уже есть. Теперь, после того, как у вас есть почта Gmail, зайдем в Play Market. И рычаг выглядит таким образом, это беленький пакетик с треугольничком, нажимаем на него. И запускается, это первый раз запускается это приложение, и предлагает нам добавить аккаунт новый или существующий. Вы также можете почту зарегистрировать через вот это вот приложение. Ну, я рекомендую на компьютере это делать, чтобы не глючило. Выбираем существующий, далее вводим ваш аккаунт, в данном случае у меня аккаунт Mr.Android2001. Так, ввожу его. 2001. Вот, автоматически добавляется префикс собачка gmail.com. И далее ввожу пароль. Итак, я ввел пароль, и теперь жду синхронизацию моего аккаунта, причем пароль я ввожу именно от почты. Не сам новый какой-то придумываю, и не ввожу слово пароль в поле пароль, а вот жду синхронизации после того, как ввел пароль от почты. Через минутку у нас появляется вот такой вот раздел, предлагает присоединиться к Google+, но мы нажмем не сейчас. Далее предлагается ввести ваши персональные данные, касательно карточки вашей банковской, чтобы можно было совершать покупки в Google Play Маркете. Но этого мы делать не будем, нажмем пропустить, будем качать только бесплатные приложения. И галочка создавать резервную копию данных этого телефона в моем аккаунте Google. Можно синхронизировать ваши контакты, записки, календарь с вашей почтой. Опять же галочку уберем, нажмем далее. И теперь продолжить. Попадаем в Play Маркет. Вот, собственно, сейчас идет первая загрузка. Опять же, потом он будет грузиться значительно быстрее. Ничего не надо будет вводить, просто нажать на ярлычок и сразу вы попадаете в приложение. Предлагает нам условия использования Google Play. Нажимаем принимать. И вот, собственно, сам Play Маркет. Он разделяется на некоторые категории. Категория – это наши приложения, какие они бывают. Погода, работа, развлечения, музыка, комиксы. Дальше идет интересное. Это то, что продвигает сейчас Google самые топовые приложения. Топ бесплатных. Далее топ платных, самые лучшие платные приложения. Топ бесплатных. Бестселлеры есть. Топ новых платных, топ новых бесплатных, набирающие популярность. То есть, у нас все приложения разбиты по категориям. Ну, а теперь зайдем в наш Play Маркет. Как вы видите, повторного ввода ваших аккаунтов, ваших информаций не требуется. Уже все окей. Кстати, вот он обновился еще. Внешний вид его, дизайн немножко поменялся. Зайдем в топ бесплатных и попробуем установить приложение, например, Skype. Нажимаем на Skype. Далее установить. То есть, разрешение для приложения, доступы. И нажимаем принять. Обновлять приложение автоматически при подключении по сети Wi-Fi. Нажимаем окей. И также вот на страничке приложения можно посмотреть видео о нем, скриншоты. Можно посмотреть количество скачиваний, также лайки, всякие оценки, отзывы. То есть, всю-всю-всю информацию, нужную о приложении. И плюс можно увидеть, также установили, также просматривали, что люди, которые устанавливали Skype. Кстати, установка идет абсолютно на фоновом режиме. И пока он здесь вот у нас качается, устанавливается вот вверху, можно зайти там, во что-то поиграть, что-то поквасать, какую-то смс-ку написать. То есть, это никак не влияет, загрузка приложения, на то, что вы делаете. Также можно в очередь добавить еще одно приложение. После того, как установится Skype, выберем ВКонтакте, нажмем установить. Далее будет разрешение для приложения, нажимаем принять. И все у нас устанавливается параллельно еще ВКонтакте. Вот сразу же сейчас автоматически начнется после Skype. Установка приложения Skype. И после нее будет информация о том, что все прошло успешно. И также должен появиться у нас ярлычок на рабочем столе этого приложения. Вот появился ярлык. Приложение Skype установлено. Вот, а дальше уже ВКонтакте у нас качается. Таким вот образом устанавливается приложение на Android 4.0. Надеюсь, видео будет полезное. И всего вам доброго. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok